А сейчас еще несколько новостей, связанных с коронавирусом. Премьер-министр попросил губернаторов контролировать оказание медпомощи населению. В регионы направлены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы медорганизации, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования, а также медикаментов для пациентов, которые лечатся дома. Речь идет о сумме в 16 с лишним миллиардов рублей. Эти средства Министерства здравоохранения и Министерства финансов оперативно довели до регионов. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказанием медицинской помощи и применением препаратов. Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома. Еще раз хочу подчеркнуть, эти деньги мы выделяем исключительно на борьбу с коронавирусом, на качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам, которым сейчас очень трудно. Минздрав изменил правила выписки пациентов с ковид. Теперь, если пациент не тяжело болен, у него отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире, вместе с людьми возраста 65 плюс и хроническими больными, он может лечиться дома. И в этом случае допускается выписка без получения отрицательного теста на ковид. Пациент выписывается под наблюдение участкового врача по месту жительства, взятие мазка на ковид проводится амбулаторно. Белый дом добавляет, что в регионе создается центр круглосуточного дистанционного наблюдения за состоянием здоровья заболевших. Для повышения оперативности обратной связи разработан сервис дистанционных консультаций «Моя медицина». Он заработает уже в ноябре. Есть еще многоканальная горячая линия 8 800 350 17 33 по вопросам ковид. Все обращения, как уверяют чиновники, отрабатываются в режиме реального времени с участием главных врачей медучреждений. Ну а пока не началась массовая вакцинация от коронавируса, чиновники по-прежнему предлагают привиться от гриппа, чтобы избежать возможных осложнений. Среди симптомов гриппа жар, температура 37,5-39 градусов, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк и заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому четкий диагноз должен поставить врач. По последним данным, более 395 тысяч жителей области уже привились от гриппа. Из них более 108 тысяч – дети. Редактор субтитров А.Семкин